Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Это Женя, познакомьтесь и я в гоу, привет! И сегодня мы для вас снимаем фавориты месяца, года, в общем, подытожим все то, что нас вдохновляло. Видишь, видишь, мы хорошо спели с тобой. И покажем вам, а также не забудьте подписаться и перейти на канал Жени, потому что там идет, ждет вас вторая часть этого видео, так что переходите по ссылке, вот она, где-то здесь, тут, там. И смотрите дальше, а мы начинаем. Коля, я к тебе пришла вот в этой потрясающей дубленочке, и чувствую, что я в ней буду продолжать сидеть, потому что я замерзла, как тварь. Да, у нас просто в Киеве плохо топят, или просто до опыта взят. Я считаю, что дубленочка в этом сезоне, это тренд. Да, все, кому не лень, носят эти дубленки. Между прочим, я ее не носила, но просто, когда я увидела, что их все носят, я понимаю, что блин, то есть все свое детство я ходила модно. Знаешь, что самое прикольное? Я, как ни зайду в инстаграм, все телки, вот эти вот, которые раньше шубы носили, а типа Алина, как ее, господи, Алина Шишкова. Алина. Алина Шишкова, и вот эти все ее подружки носят дубленки. Я такая, Алина Факансира слева. Малышки, вы изменяете себе, как бы, ну, да. Но это, в общем, придумали те, у кого нет денег на шубу. А у меня фаворит, это твой фаворит года, да? Дубленка. А у меня фаворит, это шикарная золотая курточка. Лачка. Это тренд этого года, еще в моде серая, нет, серебристая. Да, мне нравится все вообще. Ну, вот золото, конечно, шикарно. Вообще-то, в тренде вообще, в принципе, лак, черный, красный. Золото. Серебро. А, еще она очень классная, создает звуки. Ты как будто ходишь по снегу. А, у кого что, конечно. Ну, реально, очень тепло, очень хорошее. Наверное, как и твоя дубленка. Нет, у меня реально теплая дубленка. Это, между прочим, декабрь месяц, да? Да. 25-ая. Так я выходила сегодня, думала, что бы такого одеть, чтобы не замерзнуть. Думала, хм, одену-ка дубленочку. Она реально, так она внутри вся, смотрела, вся меховая. Полностью внутри вся. И кожа, и мех. Ну, как бы, лакшерис, и кминг присутствует. Естественно. Покажу барсетку этого месяца, года, наверное. И, в чем ее прикол? В том, что у меня есть длинное пальто, такой пуховик. Я просто этой барсеткой подцепляла и делала себе красивую талию. Какой, какой? Она очень практично, удобно, намутила бесплатно. Тогда еще, вообще, шики блядь. А дальше, у меня много сумок, честно признаюсь. И это, наверное, самая практичная, самая ходовая. Она невероятно удобная, влазит практически все. Скинул, пошел, тут у тебя шапка, перчатки и, как бы, жизнь удалась. Ага, окей, если мы затрагиваем тему сумок, так вот, фаворитом этого месяца, этого года и последние, в принципе, два года, ну, как и существование моего бренда, это моя любимая сумка. Да, начинается. Понимаешь, я должна деньги брать у тебя за рекламу в моем же видео. Ну, ничего, шучу, шучу. Это сумка Евго. Вот. Все, что самое классное, то, что я ценю в ней, это то, что вот эта перламутровая бока и то, что в нее вмещается абсолютно все. От мицеллярки до пижамы до, я не знаю, до косметики. Да, и мы плавно переходим на второй, на десятый фаворит моего, моей жизни, это татуировки на лицо. Вот я, скажите, взяла пару штучек, так, чисто вам продемонстрировать, ну, или они у меня на лице. Или они у меня на лице. Да, и, к сожалению, к сожалению, мы делали видео для Юли на канал, где я притаскивала тоже татухи, мы заклеивали ей все лицо, делали ей макияж, но, к сожалению, видео оборвалось и закончилась фиаско. Потому что у кого-то очень тупой компьютер. Ну, ничего страшного, будет у нас возможность еще снять видео, так что ждите, если хотите. Если вам нравятся такие видео, если вы хотите чего-то подобного видеть на канале, то ставьте лайки, пишите в комментариях, вот нам очень интересно ваше мнение. видео. Такая неискренная на видео. Слушай, Жень, ты не притянешь к себе зрителя. Нужно быть искренней, как Олечка Бузова. Скажи, что ты не знаешь, кто ты. Надо страдать, надо плакать. А что делать? В общем, будь такой, как я, настоящий. Итак, дальше я перейду, наверное, к косметике. К своим самым любимым фаворитам. Я бы, конечно, показала всю свою косметичку, но это будет немножко позже. Must have и... Что жарко стало? Я написала, что-то я согрелась. Согрелась уже, да? Это тональное средство, то есть тональный крем. La Girl Pro Colourage. Girl Girl. Yeah. Она очень хорошая, плотная. Если добавить билдинга, стропинга, она будет не очень плотной. И бейкинга на секунду. Да, а потом ты такая берешь, перед тем, как наносить свой тон, ты берешь, намазываешь это все базой, и ты вообще киска-писька. Короче. Вот. Черная маска. Сейчас надо переговорить. Женя, это ты мне сбылась со своим, понимаешь? С чем? Хорошо шло, разговаривала, все нормально. Сейчас буду переговоривать. Конечно, конечно. Надо же кого-то найти виноватого, понятно. А сейчас я немножко поговорю об уходе. Это маска для лица. Вот так вот она выглядит. И это тот продукт, который, наверное, месяца два, нет, наверное, полгода назад взорвал просто интернетом, где девочки отдирали себе чуть ли не кожу лица. Но это совсем другой продукт. Эта маска предназначена для того, чтобы скрыть все ваши поры, как сказала Женя только что помогла мне. и избавиться от черных точек на вашем своем ее уходе. Жень, если честно, я могу тебе порекомендовать эту маску. Я вижу, у тебя проблемная кожа на носу. Стоит попробовать, если нет. Спасибо, спасибо большое. Я обязательно протестию и скажу тебе свои уходы. Не, если серьезно, маска действительно хорошая. Вы можете еще и продепилировать себе усики. Я знаю, что много девочек страдает этой штукой. Например, ты тоже на любом это делала? Усики? Я их подрезаю ножничками. Я их брею. Зачем мне что-то подрезать? Если честно, приглядитесь. Я могу оставить ссылку снизу и перейдите. Там как раз новогодние скидки. Так что... Для меня еще открытием стала эта книга. Не помню, кто я написала в самом деле. Называется она «Закон притяжения». Вот сюда я вставлю картинку. Где-то здесь давно будет. Называется «Закон притяжения». Потрясающая книга. На самом деле, первое время, когда я ее прочитала, мне вообще не хотелось никому рассказывать и ни с кем делиться. Мне казалось, что я открыла для себя что-то такое сокровенное. В чем книга? Это сказки про любовь? Нет. Это, наверное, что-то связанное с психологией, с образом мышления. В общем, понятно. Все сейчас повешены на веганстве, на этой книге. Как она называется? Какая? «Трансерфинг реальности» и тому подобное. Между прочим, ты как бы почитай на секундочку. И ты выкупишь, что все, что происходит в твоей жизни, это не случайно. Естественно. Белополе, притягивающая энергетика. Да, да, мысли, силы, мысли, послания в космос. Все это работает. Не, ну вообще, это да, это хорошо. Я люблю такое. Это нужно читать, об этом нужно знать, а верить тоже. Об этом нужно знать, потому что законы действуют. Вне зависимости от того, знаешь ты о них или нет. Мне не платили за рекламу, просто я очень толщусь от этой книги. Я недавно читала книгу, забыла, как она называется. Там, где нужно, в общем, как стать миллионером, что это такое. Я думала, что эта книга приведет, ну она объяснит, как к деньгам относиться проще, чтобы они вот шли к тебе рекой. Но там именно было, что мне не понравилось, типа, ты просыпаешься утром, у тебя цель заработать бабок, достичь цели, чтобы у тебя были деньги, деньги, деньги. То есть ты живешь с этой мыслью, чтобы у тебя были деньги. И я такая, типа, чего? И я не стала дальше читать, потому что, ну, это не очень хорошо думать постоянно. Ну, типа, даже дело не в деньгах, если ты руководствуешься получением денег, то вряд ли ты, наверное, чего-то добьешься, вот. А нужно руководствоваться именно целями и кайфовать от этого процесса, а взамен уже получать бабки, и вот. Ты уже поставила цель себе на будущее? Конечно, я уже расписала приблизительно, что, где, когда будет. И 25 числа, то есть сегодня 23, через два дня мы с одной из моих малышек собираемся, короче, на студии, ну или дома у меня. Вот, короче, мы уже там расписали таблицу, у нас будет ватман. Я тебе говорю, я помешиваю. Серьезно? Да, я тебе серьезно отвечаю. Вот, и там сейчас такие вопросы есть, на которые ты, сука, сам себе не можешь ответить. Можно такое слово говорить. Даже манатик. То есть это уже планы на будущий год? Да кошмар, иногда там задается вопрос, поставить себе цель на 5 лет. Где задается вопрос? Ну, там есть таблица определенная. На вашем ватмане? Да. Вы ее сами создали? Нет, это из психологических, скажем, тренингов и обучающих лекций. Да. Или как правильно сказать? Прикольно, молодцы. Да. Цель – это хорошо. У меня тоже в следующем году и в этом году есть одна… Как назвать цель? Мечта. Мечта. Да. Цель – мечта. Дело очень важное, которое я вот уже практически до него дошла. И осталось просто отнести документы и ждать ответа. И, конечно, не забудьте перейти на канал Жени, там продолжение этого видео. А мы хотим с вами попрощаться и сказать всем до новой встречи, пожелать прекрасного Нового года и… Добивания, добежания к своим целям. Никого только не убивайте, добивайтесь своим трудом непосильным… Харизмой, набором секса. А еще лучше всего найдите себе хорошего, богатого чувака. Да, который вам поможет. Купите машину и квартиру и… В принципе, вы тогда не будете напрягаться своей жизнью. Как это делать? Мне так похоже. Прям так… Сфальтываешь на лицу. На лицу. На лицу. На лицу мои мысли. Вот. Желаем всем хорошего дня вечера. Всем пока. Ю-ху! Субтитры сделал DimaTorzok